Здравствуйте! Сегодня рассмотрим штатную автомагнитолу для Renault Megane 2 на базе операционной системы S100. Данная версия операционной системы оснащена полным мультимедийным набором радио, причем с переключением между AM и FM частотами, а также созданием списка любимых радиостанций. Также есть аудиоплеер с возможностью воспроизведения аудиофайлов в форматах MP3 и WAV, слэш-карт microSD, USB 2.0 или подключив iPod. Еще есть возможность посмотреть видео в форматах MP4, AV, MPEG. Когда преступность выходит из-под контроля. Готов! Я детектив Алекс Мерфи, офицер ранен. Единственное решение. Или посмотреть телевизор, который показывает большое количество каналов в высоком качестве. Сложила продукты в холодильнике без всякой системы. 9, полицейская академия 3. Или включить музыку или фильм с DVD-диска, если он в формате DVD-аудио, DVD-видео или CD. Плюс к этому есть виртуальная машина с памятью до 20 дисков. Также музыку или видео можно воспроизвести с телефона, планшета или MP3-плеера, подключив их через ход 3,5 мм. Помимо этого можно посмотреть картинки и фотографии в формате JPEG. А еще можно вывести изображение с видеорегистратора или камеры заднего вида. Еще можно совершать звонки прямо с дисплея магнитола или перевести звук в динамике машины с ноутбука или планшета по беспроводной связи Bluetooth. Также, если подключите модем через вход USB 2.0, то возможен интернет-серфинг. Существенный плюс данной операционной системы – это возможность установки навигационной системы Navitel, которая не понаслышке славится своей точностью, простотой и функциональностью в области навигации. Еще есть необходимый офисный минимум. Калькулятор. Календарь. Всемирное время. А если есть время, то можно поиграть в игру. Также вот здесь можно посмотреть информацию о характеристиках магнитолы. Помимо этого, в большом перечне всевозможных настроек можно перевести изображение на мониторы в подголовниках, если таковые имеются. А среди настроек есть 7-полосный эквалайзер, причем с предустановками такими как классика, джаз, скоб, особы и так далее. Также есть настройки видео, такие как контрастность, яркость и цветность. А еще есть возможность настройки таких параметров, как контроль подсветки, включение-отключение голоса навигатора, контроль ручника, контроль заднего хода, выбор языка, настройки кнопок руля и так далее. На этом все. До скорых встреч.